Уже вторую часть трилогии «Властелин колец» могут увидеть хабаровчане в формате IMAX. В день первого альтернативного показа самые преданные фанаты смогли проверить себя на знание деталей саги в формате квиза. Подробнее расскажет Виктория Зыкова. Грандиозное событие для всей страны «Властелин колец» вышло в формате IMAX. Сейчас заходит в прокат вторая серия, и по этому случаю здесь, в кинотеатре Cinema 9, решили устроить квиз-плиз для самых преданных фанатов. Вторая часть саги о Средиземье впервые увидела свет в 2002 году. Сейчас зрители снова могут окунуться в атмосферу любимого фэнтези. А насколько хорошо они знают историю героев, фильмы организаторы предложили проверить прямо перед сеансом. У нас будет 4 раунда. 6, 6, 6 и 12. Итого 30 вопросов целых. Сколько времени дает? Минут 40, но все вместе. Там сложный вопрос есть. Что-то написано на эльфийском, и надо написать, что это значит на русском. Но фанаты точно знают. Фанаты же не зря смотрели все это дело. Для человека, который смотрел фильмы один или два раза, вопросы могли показаться очень сложными. Однако те, для кого Фродо и Сэм стали почти членами семьи, а у Рукха и практически личные враги, отвечали почти не задумываясь. В компании только для главных членов Хоббитов были изготовлены две тысячи летних предметов, которые быстро формировались и были однозначными. Что это за тренинг? Глазные ноги. Да, вот. Это приходный. Это как же Деоденнис. Это точно. Это точно. Это мы не помним. Ну, вроде он. Только через две. Победители игры на вопрос, сколько раз пересматривали сагу, точно ответить не смогли. Не знаю. Много, очень много. Ну, у меня раз за 50 уже точно перевалило, может быть. Это каждую часть. Кроме того, члены команды Победителя не только смотрели фильмы, но и прочли все книги Токина. Более того, проанализировали их. Меня все мучает вопрос. А если они обратно на Орле так прекрасно залезают, почему туда нельзя было? Вот это, да, спорный вопрос, почему не на Орлах, да? Ну, скажем так, Орлы довольно заметные. И как бы, если бы Орлы приземлились в Мордоре, ну, вряд ли бы это осталось незамеченным. Ну, и тем более, они помогают в исключительных случаях, потому что как-то Гендаль спас их из дома, и поэтому они, ну, так бы не проканало бы, короче, вообще никак. Толкин, извините, у меня профессор, и он бы 5 лет его пустил лучше. Главный приз – индивидуальный показ. Победители смогут посмотреть любимый фильм в кинозале без посторонних людей. Виктория Зыкова, Александр Марченко, Смотри Хабаровск. В следующий четверг в кинотеатре Cinema 9 в формате IMAX начнут показ третьей части «Властелина колец. Возвращение короля».